привет дорогие друзья это вадим и канал австралии по житейски сделаешь сейчас еще одно видео но честно говоря я не знаю будет ли это видео на канале в эфире или я просто оставлю для себя для памяти а дело в том что я перехожу на новую работу и сегодня был мой последний день работы в компании которая называется уже называлась для меня марио энд санс занимался я как по-английски нас называется steel fabrication а точнее производства швеллеров балок из которых позже собираются здание здание вам тоже показывал работа была интересной не пыльный сидел я в офисе дул кофе по несколько раз в день но есть некоторые недостатки собственно почему я решил поменять эту работу дело в том что вообще производство железных конструкций вообще металлообработка в австралии как-то не знаю загибается последнее время что ли вот смотрю я рынок в течение последних трех-четырех лет все меньше и меньше объявлений на такие вот подходящие позиции не знаю почему может быть весь этот бизнес дружно едет в китай может быть предпочитает наоборот больше в китае покупать и меньше дает заказа на внутреннем австралийском рынке но с работой становится все хуже и поэтому я решил немного переквалифицироваться на деревообработку и сколько я работаю сказал на полгода даже больше и недавно я прошел собеседование устраивался на работу которая фирма занимается производством мебели для школ садиков университетов училища в общем тех учреждений которые в основном сидят на правительственном на правительственных дотациях бюджетнике и очень часто эти вот эти вот конторы те же университет институты они получают довольно-таки хорошие деньги на обновление своей мебели именно поэтому вот эта фирма она ну довольно хорошо процветает очень хорошо живет потому что скажем выделили бюджет скажем миллион до школе для обновления мебели от школа должна освоить этот миллион если они не освоили миллион они должны излишки обратно отдать естественно они пытаются это осваивать по максимуму и фирмы которые работают подрядчиками на таких вот школах универах детских садиках институтах они довольно хорошо живут но это опять не сразу все это устраивается это эти контакты устраиваются в течение нескольких лет почему еще я решил поменять работу даже несмотря на то что условия были хорошие но ребят посудите сами со мной работает парень до работал он уже работа в течение десяти лет и на самом деле мы сейчас очень тяжело найти работу несмотря на то что он очень много чего умеет он немного и там и немного и здесь и заказами занимается и программированием но чтобы быть специалистом в какой-то отдельной области он грубо говоря не дотягивает собственно так же как и я я посидел поработал эти два года я понял что немножко в закупках немножко в общении с поставщиками немножко в программирование немножко в том немножко в пятом-десятом а найти работу по специальности на самом деле не так уж и просто оказалось везде нужны специалисты хорошего уровня для того чтобы быть спецом по закупкам надо еще обладать знанием некоторых программах местного вот это не бук учет ну принципе денежного оборота чтобы быть хорошим спецом по машинообработке надо уметь и пользоваться станками и оборудованием а я в основном занимался программированием просто сидя в офисе то есть ребят понимаете да что если вдруг что-то случится то работу мне будет найти очень непросто и к тому же мы собрались переезжать в другой штат ну возможно такие есть планы года через полтора через два может быть это будет виктория может быть это будет квинсланд и чтобы найти там прочую работу надо обладать квалификацией чтобы переехать и тут же где-то зацепиться чтобы не сидеть и не околачивать груши не околачивать пороги компании возьмите меня за ради бога за какие-то копеечки вот собственно это была наверное основная причина почему я решил уволиться а почему я все это говорю ребята потому что увольнение с компанией и устройство в другую компанию в некотором роде похоже на переезд похоже на иммиграцию изначально это бывает по крайней мере для меня как два типа когда вы решили увольняться значит теперь вы когда вам потихоньку все это надоедает или вы начинаете скучать на своем рабочем месте чувствуете что у вас нету роста чувствуете что вам не доплачивают и в конце концов это чаша переполняется и вы начинаете искать а что же собственно происходит в округе залезаете на поисковик работы посмотреть а что вообще мне может светить и так ради любопытства и потом уже ударяетесь конкретно поиска работы рассылку резюме ходить на собеседование и обнаружите что если вы хороший специалист то вы зря тратите время там где вы сидите вы можете работать в лучших условиях за лучшую оплату или же бывает еще один вариант когда что-то такое случится на производстве и говорить а ну все к чертям я пойду на ду в другой место работать бывает даже и такое вот также собственно ребят из иммиграции иногда бывает что вы начинаете задумываться о своем будущем о будущих ваших детей то есть как вам дальше жить куда вам развиваться и вы понимаете что в других странах может быть и гораздо лучше почему бы не посмотреть на иммиграции в ту же австралию канаду америку европейские страны и потихоньку смотрите спрашиваете заваливайте вопросов вопросами блогеров потом начинаете копаться уже правительственных сайтах разбирается иммиграции в конце концов дело доходит до упакованного чемодана и билеты на самолет а бывает иначе когда что-то случится допустим дали вам где-то в переулке по голове так вот произошло ускалия ну все к чертям надоело мне весь этот тур дом хочу нормально и спокойно жить и тоже начинаете заниматься иммиграции собственно очень похоже и знаете вот тяжело эти чувства передать но давайте попробую вот вроде когда вы только начинаете искать работу да вы думаете а блин пошел на все к чертям собачьим горя на все синим пламенем как у нас называется в австралии федап были там дан и короче и ищите другое место но когда вы весь этот процесс проходите когда вы нашли новую работу и когда ваш последний день и как-то ну честно говоря не знаю ну тяжело на самом деле расставаться и кресло вроде бы уже такой насиженный уже знает профиль вашей задницы сидеть вам там удобно и коллеги знакомы вроде бы как корнями вросли в многое вещи привычно а тут что-то менять тут чему-то надо будет учиться новому другой коллектив другие знакомые в некотором роде тоже стресс и вроде бы как в последний момент думаешь а стоит ли вообще оно этого или нет стоит ли переходить на новую работу или может все таки стоило бы остаться вроде бы и здесь неплохо нафига мне проблемы искать на свою занято на свои приключения какие-то вот ребят а также собственно и с миграцией когда вы начинаете спрашивать вопрос а это вонючая раж отсюда надо валить как это все надоело это примерно так же когда вы ищете новое место работы но зато когда вы получаете визу когда встает вопрос о покупке билетов когда вы понимаете что сейчас вы сделаете шаг за которым уже не будет возврат а если он будет то этот возврат будет очень дорого стоить вам вы тогда опять возвращайтесь к мысли а может быть и не стоит уезжать вроде бы как дела наладились и вроде как английский я хорошо выучил ли какой там язык еще и вроде специалист я уже международного уровня не работать могу за лучшие деньги в принципе может быть и не в австралии а в какие-то другой город скажем москву или в питер переехать так вроде бы проще понимаете вот получается очень похожие сравнение того что вы испытывали в начале того что вы испытываете уже ближе к самому концу вот собственно я такой мыслью и хотел с вами поделиться если это видео буду выкладывать то скорее всего это будет только половина видео потому что вторую половину я думаю сделать когда я отработаю несколько дней на новом месте будет у меня некоторое впечатление и тогда я уже смогу сравнить сделали мне сегодня хорошие проводы купили тортик всем собрались вспоминали веселые моменты и как оказалось все меня очень любили все очень ценили вот не знаю почему-то это все выговаривать сам последний день нет бы раньше это сказать а но на нас такое свойство человеческой натуры все делать самый последний момент и самое лучшее признание к сожалению делается ну посмертно так что можно сказать очень часто ребят мы ловим себя на мысли что надо было что-то человеку сказать но мы не сказали и себя после этого карим так что если вы чувствуете что надо человеку высказаться хорошим или плохом свете лучше это сделать заранее и чтобы потом об этом не жалеть но как бы ни было классно мы очень поболтали сделал я фотку пожелали мне всего самого наилучшего в общем получается это не бегство следующий шаг моей творческой деятельности моей рабочей карьере ну что друзья вторая часть обещанного видео о том как я поменял работу и зачем я это сделал если первая часть была немного депрессивной то вторая часть будет гораздо веселее как ожидалось очень много чего надо выучить довольно таки серьезная нагрузка если в прошлом на прошлом месте мог свободно сидеть в офисе шариться по интернету делать некоторые видео то здесь никаких видео речь даже не идет приходится работать приходится поворачиваться но в принципе хорошо потому что мне теперь не надо будет ездить спортзал жечь калорий потому что калорий так расходуется очень много и вместо того чтобы терять час спортзале еще за это платить здесь я буду работать и платить будут уже мне вот такая вот интересная арифметика что касается самой работы работа интересная не знаю как она в россии правильно называть наверно будет программист чпу по корпусной мебели наверное вот так у нас в австралии это называется сенси программа или сенси машины если машинист как хотите и называет этот нас кабинет мэйкин но это фирма где работа не только делает вот эти кабинеты но и различные заказы всевозможные связанные с деревом и стулья и столы и диван и корпусные мягкая мебель в общем все 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 что может использоваться в школах что может использоваться в каких-то дошкольных учебных заведениях очень практически везде вот сейчас мы остановимся выезжает трак видите как здесь народ работает для того чтобы не было аварий человек выходит говорит thank you показывает слово то есть не торопиться и на этом дело закончится вот такие вот работяги работают и получают около двадцати двух и двадцати пяти долларов в час что ли вот но работа тоже не очень-то и простая вот постойте так целый день на улице особенно если это лето если это жара или если это холодно или если скажем дождик в общем работа ну не очень простая нигде деньги запрос так не платит вот а мы дальше продолжаем чуть попозже я полагаю сделаю небольшой обзор по фирме в которой работаю сможете посмотреть что к чему фирма просто огроменный очень большой ангар занимает там есть и не цех а участок где собирают металлоконструкции металлические рамы для тех же столов стульев есть участок где красят боковинки столов или вот боковинки кресел где делать мягкую мебель обтягивать либо кожи но естественно кожзаменителем или тканью в общем много чего интересного где есть что посмотреть вот мне машину бы надо было делать чуть попозже когда я обтягивал все весь салон потому что выбора там просто огромный что и дермантин что и велюр что и искусственной кожи что и типа не знаю что то такое такое мягкое как как замшина очень очень приятно но неважно причем различные цвета вот а что еще изменился изменился рабочий график у меня ребят теперь я работать приходится пораньше тем более с овертаймами овертаймы здесь оплачивается очень хорошо вообще в австралии за по закону овертаймы платится так значит первые два часа полуторный тариф все что сверх двойной тариф то есть два часа который среди недели считается по полуторному тарифу субботу когда приходится выходить первые два часа это полтора а потом уже двойной тариф принципе за хороший суббот можно заработать практически ну почти как за целую неделю работы вот так но естественно это не каждый не каждый месяц полгода с вертаймами полгода без вертаймов но это уже в принципе мелочи значит чем вот это видео может быть полезно именно вам к чему я вообще все это видео сделал показываю вот я устроился с одной работой на другой работе для того чтобы как похвастаться или поныть или что вот я такой нет ребят вовсе нет когда вы приезжаете в австралию многие спрашивают а вот какие корочки нужны от чего нужно для того чтобы найти хорошо работу поскорее найти работу что нужно ребят это специальность ваш опыт в данной индустрии и самое главное как вы себя можете продать как вы можете заинтересовать потенциального работодателя потому что именно заинтересованность работодателя будет стоить гораздо дороже чем всевозможные сертификаты даже ваш личный опыт но допустим я устроился сейчас вот в эту компанию но у меня совершенно не было опыта работы с деревяшками да где-то там краем глаза видел что когда еще в россии работал у нас когда я работал инструментальщиком по соседству был тех цех где собирали мебель и иногда туда заходил когда надо было инструмент какой-то взять или еще чего очень я краем глаза видел как все это работает и на собеседовании я очень уверенно говорю что я знаю как все это делается как работает машина в теории даже у меня у меня есть как называется limited experience ну приврать не приврать он ведь правда limited правильно я же не могу сказать что я опытный сотрудник но я сказал что я хорошо соображаю в cnc программирование и на самом деле все машины они на самом деле ну не так и сильно уж и отличаются друг от друга вот и значит видите как получил вот этот рабочий место хотя честно говоря вот влезть в какую-то индустрию без опыта ну довольно таки довольно таки тяжело и на протяжении десяти лет это у меня уже получается четвертые четвертый вид деятельности которые приобретают здесь в австралии то есть я приехал сюда как инструментальщик как инструментальное дело здесь загнулся уже данным давно я не знаю на сайтах по поиску работы выскакивает может быть не знаю три или четыре позиции в год то есть вы понимаете что работа фактически нету пульт специальности потом я работал здесь как наладчик оборудования в россии у меня был небольшой опыт ну принципе я доказал что могу работал наладчикам и более того доказал что я как и фитер то есть наладчик оборудования будет ментенитц питер еще доказала что активет то есть как станочек могу работать на станках но в принципе если кто инструментарьento тот и умеет и на станках работе но в австралии то все разделено Потом я еще здесь работал и как CNC программист Потому что в России у меня опыт был не очень большой по программированию Больше я работал как машинист Но здесь доказал, что я как и программист могу работать Я знаю программы трехмерного моделирования, которую я учил именно здесь Ну а теперь смекнув, что металлообработка не очень прибыльная и выгодная И распространенное занятие, я решил переключиться на деревообработку То есть видите, у меня тоже не было никакого опыта совершенно, чтобы работать по деревяшкам Чтобы собирать вот эту корпусную мебель и вообще какую-то мебель Ну видите, по крайней мере работу нашел, работа хорошо оплачиваемая И устроился я не на какую-то там джуниорскую, как у нас называется, apprenticeship или junior position То есть где делаешь фактически тоже, но за меньшее деньги Я устроился как обычный квалифицированный нормальный работник Тем более на полное время Между прочим, большинство сотрудников в этой фирме, где работают, они как casuals То есть их в любой момент могут подвинуть с ноутисом Или же вообще прервать с ними контракт В общем, когда нужно, их нанимают Когда не нужно, избавляются Потому что именно с такими сотрудниками работать гораздо проще Фирма не связана обязательствами такими, как она связана с full-time Практически во всех компаниях сейчас, даже если вы устраиваетесь на full-time Вам дается 3, в некоторых местах 6 месяцев Как probation period называются они Когда на вас смотрят, как вы относитесь к делу Но обычно за 3 месяца можно сделать вывод от человека, что он из себя представляет И по истечении 3 месяцев с вами уже подписывают долгосрочный контракт И, собственно, вы становитесь полноправным членом коллектива Но даже если вас нанимают на full-time даже в течение первых 3 месяцев То вам также начисляют и отпускные, вам также начисляют и больничные В общем, все-все-все-все Но если вы чем-то не понравитесь, то в течение 3 месяцев вам скажут до свидания Вот, ну, в принципе, правильно Если хотите работать, то надо работать как следует Вот так вот, ребят Вкратце такой обзор Так что в связи с моей новой работой видео, возможно, будет не в таком количестве Будет поменьше, потому что многие идеи я мог воплощать прямо сидя на работе Какие-то видео, которые я не успевал доделывать Я тоже доделывал их на работе, монтировал Но сейчас у меня компьютера как такового мощного нету Да и, собственно, уже некогда заниматься всем этим делом Так что, ребят, все это я буду делать исключительно дома Исключительно в свое свободное время А свободное время с этими овертаймами оставаться будет меньше Так что можете смехнуть, чего оно к чему Но все равно канал я не буду забрасывать Буду стараться вас радовать новыми интересными какими-то фактами Покатушками, какими-то интересностями об Австралии О, видите, помойку выкидут И сейчас я как раз приехал вовремя, будут выкидывать мою помойку Вот, посмотрите Конечно, не буду вам показывать, что у меня там в помойке лежит Но, по крайней мере, видите, как захватывает его, наверное, вам не видно Потом в шарах наверх и дело сделано Между прочим, утрешний помощник, когда выкидывал, он выкинул очень неаккуратно И часть травы, которая у меня была в мусорном контейнере О, thanks, mate Вывалил на дорогу, что, в принципе, нетипично Если видео понравилось, как обычно, ставим палец вверх Оставляем ваши комментарии Делимся этим видео с друзьями А я желаю вам всего самого наилучшего Исполнения ваших желаний Творческих всех задумок Большого оптимизма Здоровья И немножечко удачи До скорых встреч, ребят Пока